Проверка на стрессоустойчивость, корректность и готовность к непредсказуемым ситуациям. Эти качества три китана, в которых держится работа с людьми. В Краснодаре прошел общегородской конкурс «Лучший оператор связи». В борьбе за звание победителя столкнулись представители почты, а также менеджеры по продажам и специалисты колл-центров, операторов сотовой и стационарной связи. В общем, те, кому по долгу службы ежедневно приходится сталкиваться с просьбами о помощи и даже жалобами. Поэтому основная битва за призовое место развернулась в так называемых ролевых играх. На этом этапе один из гостей конкурса разыграл с каждым участником импровизацию, в которой исполнил роль одного из самых сложных клиентов – пожилого и крайне притязательного. В считанные минуты нужно было разобраться в том, что именно хочет клиент и оказать ему помощь. Я зашел на ютюбе, хотел набрать кое-какие портальчики. В мои 93 года позволяем себе пошалить? А он заблокирован. Что случилось? Сможет ли конкурсант дать достойную консультацию и сохранить при этом самообладание и выдержку – вот на что прежде всего обращала внимание жюри. Конфликтные клиенты. Но не конфликтные, а проблемные, так сказать. То есть самое тяжелое – это работа с ними. Но если оператор все-таки полюбил, просто взял, если человек просто полюбил людей, я думаю, для них не возникнет никаких препятствий. Конкурс проводится в два этапа. Первый этап проводится внутри компании. Компания отбирала на конкурс лучших внутри коллективов. Отрадно отметить, что в конкурсе участвуют в основном молодежь, те люди, которые не побоялись взять на себя ответственность, представлять свои компании, защищать, отстаивать честь компании. В итоге в финал вышли четыре участника. После подсчета голосов жюри определили победителя. Его фото разместят на городской доске почета, а также будут честовать на праздники в честь Дня рождения Краснодара. К слову, конкурс проходит в седьмой раз в рамках масштабного городского фестиваля «Лучшие по профессии».